Штраф за ксенон. С каждым годом в Москве машин с такими фарами становится все больше, а значит, растет и число тех, кто может лишиться своих водительских прав. Ксенон очень популярен в России среди водителей, так как максимально приближен к дневному свету, значительно улучшает видимость даже в туман и дождь, не раздражает глаза и выглядит стильно. Но тем не менее именно фары этого типа стали настоящим яблоком раздора между владельцами автомобиля и инспекторами ГИБДД. Именно поэтому многие водители интересуются, можно ли избежать штрафа за ксенон в 2018 году. Справка. Такие фары представляют собой специальные приборы, в которые закачан инертный газ – ксенон. Лампа имеет два отдела – первый непосредственно с газом, а второй оставляет пустым. Он служит для защиты газа от чрезмерного перегрева и давления. Такой тип лампы привлекает малыми энергозатратами и большой продолжительностью работы – 25 тысяч часов и более. Недостаток. Если такая фара разбивается, то осколки силы и разлетаются на большое расстояние, что может травмировать людей. Впервые подобные лампы установили на автомобилях марки BMW 7 еще в 1994 году. Лучше всего они подходят для ближнего света, так как сравнительно медленно включаются в течение нескольких секунд. Штраф за ксенон. При покупке ксенон новых ламп надо быть предельно внимательным. Последнее время очень часто можно встретить отделки. Колбы от галогеновой фары подкрашивают голубым красителем. Еще одним обманным приемом является увеличение потребляемой мощности. Так создается довольно достоверная имитация ксенона. Но это только на первый взгляд. На самом же деле, видимость в ночное время значительно ухудшается, а чем больше мощность, тем быстрее лампа перегревается и лопается. Наиболее распространенные из разрешенных фар – галогенные. Они долго служат и качественно освещают дорогу. Штрафа за галогеновые фары не будет, если имеется маркировка HEC, HR, HSR. Важно! Если ксенон без омывателя фар – штраф не будет наложен только в том случае, когда такие осветительные приборы были установлены на заводе. Их конструкция не предусматривает его наличие. Суть проблемы. Чаще всего, если стоит ксенон, то какой штраф? Спрашивают водители, которые самостоятельно монтируют приборы на свои автомобили, хотя изначально производителями это не предусмотрено. Если машина была оборудована ксеноном сразу на автозаводе, никаких проблем нет. И вот почему. Эти авто имеют специально отрегулированные осветители, которые не слепят глаза ни прохожим, ни другим водителям. А значит не станут причиной аварии. К тому же эти приборы официально разрешены. У таких ксеноновых ламп маркировка класса D. В этом случае инспектор ГИБДД не имеет никаких оснований для претензий. Ксеноновые фары, если же водитель сам хочет установить новые осветительные приборы, придется соблюсти некоторые условия, а именно автомобиль должен быть оснащен автоматическим корректором, регулирующим угол наклона фар, армывателем ламп, а фары обязаны иметь специальную маркировку, которая делает возможную установку ксенона. Та же ситуация и с противотуманными огнями. Если изначально ксенон не предусмотрен или устанавливался в обход правил, это нарушение. В случае, если водитель был пойман с освещением, не отвечающим требованиям, он может лишиться прав на полгода или даже на год. На основании статьи 2.5 части 3. Согласно ПДД нельзя управлять транспортным средством, если тип его фар не соответствует конструкции. Но часть 1 той же статьи 2.5 предусматривает более мягкое наказание за такое нарушение, не более 500 рублей звездочка. За ксенон в туманках штраф 2018 года. Такой же инспекторы же зачастую руководствуются частью 3. За установку фар красного цвета сумма значительно выше от 3000 до 5000 рублей и от 15 до 20 тысяч, если нарушитель должностной или со-звездочка. Еще одним неприятным сюрпризом может стать прекращение регистрации автомобиля за техническое несоответствие. Уведомление об этом владелец машины получает почтой. Также его обяжут предъявить автомобиль для осмотра. В случае отказа могут оштрафовать. Процедура лишения прав пойман с ксеноном инспектор на месте составляет протокол, дело идет в суд, протокол передается в судебные инстанции максимум в течение трех дней. С момента остановки инспектором судья выносит вердикт лишения прав или штраф за ксенон. Как этого избежать? Лучше всего постараться соблюсти все условия для законной установки ксенона на автомобиль. Когда дело доходит до суда, все становится сложнее. Нужно тщательно разобраться в вопросе, изучить нормативные документы, знать права и суметь аргументированно и грамотно донести свою позицию до судей. Не лишним будет воспользоваться услугами квалифицированного адвоката. Как избежать штрафа справедливости разе стоит заметить, что районные судьи, назначающие лишение прав, как правило, не прислушиваются к аргументам водителей. Поэтому материалам дела необходимо приобщить видеозапись досмотра автомобиля обязательно в присутствии двух понятых. Она покажет, действительно ли авто не приспособлено под ксеноновые фары. Засвидетельствовать наличие ксенона может только инспектор технического надзора, находящийся на стационарном посту. Важно! Многие интересуются, штрафуют или нет за ксенон 4300. Именно такой цветовой температуры устанавливают лампы на заводах. Поэтому водитель закон не нарушает. Как добиться штрафа? Уплата штрафа за нештатный ксенон в 2018 году. Безусловно, более лояльная мера наказания. Здесь все будет зависеть от наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств. В свою очередь, эти условия напрямую зависят от поведения самого водителя. Штраф за ксенон смягчающие обстоятельства. Водитель раскаивается, признает свою вину, обязуется демонтировать лампы. К началу судебного разбирательства ксенон новых фар на машине уже не должно быть. Водитель сам признался инспектору в незаконной установке. Все обстоятельства дела должны быть тщательно задокументированы. За рулем транспортного средства находилась беременная женщина или женщина с несовершеннолетним ребенком. Отягчающие обстоятельства. Водитель игнорирует требование снять ксенон. Владельца авто несколько раз останавливали с таким освещением. Он был в нетрезвом состоянии, отказался от медицинского освидетельствования. Наличие в прошлом любых штрафных санкций за нарушение ПДД. Тонкости маркировки. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, избежать штрафа за ксенон новые фары, следует заранее ознакомиться с маркировкой фар авто. Расположение отметок зависит от самого типа осветительных приборов и от модели машины. Чаще всего нужные цифры и буквы находятся на стекле фары, реже вверху, для этого придется открыть капот. Маркировка на фарах. Значение маркировки DR или DC, а также DSR. Установка ксенона разрешена HR или DC установка предусмотрена только для ближнего света, а для дальнего категорически запрещена HR или HSC. Все зависит от стран-производителей автомобилей. Если это европейские страны, то ставить ксенон нельзя. В случае, когда автомобиль японский, то можно HSC, HR, HSR, SR. Машина не предназначена для установки ксенона в противотуманке. Штраф возможен. Самый верный способ не иметь серьезных проблем с сотрудниками и ГИБДД, не нарушать правила дорожного движения и стараться быть в курсе всех нововведений. А если все-таки возникло желание установить ксену новые фары, то лучше делать это по всем правилам и тогда можно будет избежать судебных тяжб сохранить свои нервы, деньги и, конечно же, водительские права. Звездочка расценки штрафов актуальны на июль 2018 года.